добрый день мои дорогие друзья уважаемые подписчики вы находитесь на канале красный уголок меня зовут дмитрий и так мы начинаем каждый ролик но сегодня ролик для меня будет новым неизведанным первый раз пробую поэтому поддержите лайком подпиской комментам ну и соответственно поехали всем привет дорогие друзья вот такая вот у меня батарея сегодня на обзоре как вы уже догадались сегодня обзор будет на безалкогольное пиво да вы не ослышались в истории канала красный уголок это первый такой массовый обзор пива даже если речь идет о безалкогольном поэтому надо когда-то начинать надо когда-то пробовать вот мы сегодня с вами и начнем меня за этой батареей плохо видно поэтому мы прямо сейчас ее начнем отодвигать в угол вот в эту часть стола у меня пять видов пиво все она безалкогольная для этого я взял вот такую красивую кружечку кручек у меня тоже кстати целая батарея но для обзора я думаю что идеально подходит вот такая где-то я не покупал или вообще не покупал суть не в этом опять виды пиво все она примерно идет по по 50 рублей простите задумался за исключением вот этого пива которое называется фраутданке а в алкогольном то виде не очень дорогое безалкогольном еще дешевле 38 рублей все остальные ровно 50 рублей начиная от корифеев таких как легендарная балтика 0 заканчивая вот такими вот хипстерскими или как это сейчас называется люди странного мира ощущения пиво амстель вот люди мне кажется достаточно странноватый его пьют она вот сладенькая да еще и безалкогольный короче лимонад также есть у нас классическая пшеничка я вообще любитель пшеничного пива поэтому и в безалкогольном варианте я сейчас пью в основном безалкогольная предпочитаю пшеничку расскажу о нем подробнее это левенбрё и а еще один вариант это пиво бат он же буду вайзер в соединенных штатах у нас это бат из-за разногласий по поводу названия ну так или иначе я думаю что стоит приступить я сейчас попробую камеру поправить хотя бы голову вот так отлично и так то что пиво у нас с вами идет в разных ценовых категориях точнее в одной ценовой категории наоборот и одно выбивается действительно 12 рублей она дешевле давайте с него наверное начнем оценим его и постепенно пойдем по возрастанию или по интересу также я приобрел вот такой интересный набор пиву как вы поняли все товары мне предоставляет магазин магний пиво для нормальных людей доставкой не доставляют а идти в магазин не лей поэтому я решил не только попить пивка без ущерба для здоровья и репутации так еще сделать обзор посмотреть как это будет выглядеть надеюсь лучше чем я в кадре давайте начнем с пивом фрау танки а лишних мы попросим удалиться из кадра фрау танки производит его у нас алкоголь не более 0 5 процента производитель где производитель содержит эти выспит 0 5 процента все равно то есть есть какой-то алкоголь байлин где производитель хотел красиво делать а вот о пивоварная компания белый кремль ну собственно можно даже не открывать потому что пробел и кремль многие знают у них есть свое пиво под этим же название а есть несколько вариантов одним из которых является фрау танки и темные есть обычный лагер а есть вот такое безалкогольный если не прав то поправьте давайте пробовать буквально по чуть-чуть пиво и я буду говорить о нем свое впечатление смотрим сначала как наливается почему-то я привык наливать вот так нагибая стакан вроде бы это делается для того чтобы не было газов но вы мне подписчики в любом случае скажете что наоборот газа это хорошо чем быстрее не выйдут тем непосредственно лучше будет для желудка мы говорим с вами о пиве ребят так или иначе здесь уже о пользе какой-то речи не идет если хотите пользе пить кефир но там может на ну в общем вы поняли там могут быть другие последствия не особо приятные точки зрения своего клапана но это уже для другого ролика давайте наливать и пробовать а я делаю вот так вот наклоняю чтобы вы хоть что-то успели увидеть я не полностью буду наливать вот постолька давайте другую руку возьму вот постолька и мы сразу же видим что он шапка улетучилась и даже не поднималась как есть такая водичка прозрачненькая прозрачненькая желтая я боюсь даже с чем-то сравнивать короче давайте пробовать пиво на запах в запахе больше сладкого чем кислого ну как и все безалкогольное пиво только на вид пиво давайте пробовать у его же она и на запах она и на вкус отдает брус как сказать-то правильно средством для мытья посуды поэтому и стакан помыл супруга да нет вроде не должно было и к этим стаканом кроме меня никто не прикасается я не пользуюсь и ну реально ладно допиваю гадость гадость блин я даже не знаю как бы и вкусно я сейчас попробую налить побольше вот такая пенка появилась ну это пена скорее всего как вот когда посуду перед мытьем в качке сначала замачиваешь с этим ну что ж я забываю слово со средством для мытья посуды вот примерно такая же пенка и теплая тоже ну что если охладить лучше будет но пока вот это пиво я не рекомендую кстати в безалкогольном варианте я его тоже пробовал тоже не рекомендую но это идея для другого ролика давайте пробовать дальше друзья мы с вами продолжаем как вы поняли с ролика у нас сначала ролика прошло достаточно много времени в принципе антураж остался прежним но по тому что я переоделся я думаю вы поняли что ролик снимается не одним днем и много что изменилось секунду бесит много что изменилось с прошлой банки пиво фрау данки мы пробовали вчера она автоматически заняла самое последнее место сразу же ролик снимался в начале вчера потом по некоторым техническим причинам пришлось прерваться и сегодня мы продолжаем я думаю если бы я не переоделся вы бы этого и не поняли но почему бы не рассказать согласись поэтому сейчас так как из нашего топа выбывает предыдущее пиво мы продолжаем жестить также замечу что конечно же не удастся сегодня попробовать набор к пиву у меня форель слабой соли купленная также в магазине магнит вы на превьюшке видели попробовать ее не удастся только по той причине что я ее съел а сейчас мы с вами попробуем некогда легендарное пиво из нашего масс-маркета которое сейчас проходит свое возрождение в алкогольном и не алкогольном формате это пиво пивоваренные компании балтика то есть это действительно корифей рынка пиво возможно где-то переоцененное где-то не очень хорошего качества бывает особенно тройка но тем не менее пиво достаточно интересное давайте мы его попробуем формате нулевки потому что как говорится культ не знаю может быть кто-то знает не знают по крайней мере насколько помню я ассоциация безалкогольного пива всегда шла в первую очередь через призму балтики почему-то единство это сначала было просто белая балтика обычный лагерь безалкогольный абсолютно пустейший сейчас же вот появилось большое количество вкусов это и лагер это и непосредственно пшеничка как у нас сейчас на обзоре это и фруктовых там херово тучи вариантов и вишневые не вишневые вот сейчас у нас просто с вами пшеничка я любитель пшенички поэтому будем пробовать давайте посмотрим вкусно ли это пиво и я уверен что она по крайней мере лучше будет чем его предыдущий чем наш предыдущий конкурсант это пиво фрау данки до сих пор отрыжка от него неприятное простить за выражение если кто-то ест принесу извинения наливаем также пиво как я вчера это делал чуть-чуть наклоняем чтобы пены не было много а теперь можно чуть-чуть вот так прибавить ну вот вот кстати посмотрите кто помнит в начале ролика каким было пиво это данки-то данки все у нас на немецкий монет не было ни шапки не газа в толком сразу просто вода со вкусом фейли для мытья посуды средства так это пиво пока ставим туда приятно здесь видно пробуем ведь не пиву вовсе но все равно лапинка пил постояла в холодильнике вчерашнего вечера пить приятно возможно из-за того что поставил холодильник как наверно многие знают у пшенички но именно вот пшеничного пшеничный составляющий вкус есть вот такой вот его ни с чем не спутаешь здесь его пытались повторить но пересластили не кажется и прям пересластили вода сладкая с цитрусом цвету здесь есть вообще до без добавления сахара без без добавления сахара на цитрусовой основой то есть это уже ближе туда к угар дону напоминает хугар до на послевкусие нормально очень хорошее пиво стоит 50 рублей как и четыре из пяти конкурсантов за 38 рублей пиво видите даже не берете с удовольствием допью что налил и мы с вами продолжаем я думаю что это не духи здесь не стоит сильно рецепторы омывать каким-то образом ну а здесь как видите амстер но на алкоголик как говорится да амстер нулевка с натуральными ягодами такой микс европейских странах называют рейдлер по легенде история рейдлер начинается в баварии тире 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 супер пиво известным всем монахам поэтому грех не попробовать запах из банки ягодный конфетка такой карамелькой ягодный самый дешевый давайте на цвет интересен пирс т смотрите я много наливать не буду иначе мы будем часами здесь сидеть вот туалетный утенок ты ли это надо было мне наверное найти какую-то кружку чтобы в нее сливать пиво которой я не буду но я не такой человек и вторую викликтов не жалко денег я жлоб пробую на запах уже дерьмовый на вид не лучше пиво здесь мим даже не проходил лимонад это обычный лимонад возьмите вот эту банку откройте перелейте на стакан пусть отстоится пена можно детям давать пить как компот я побыстрее выпиваю сказать здесь ничего это дерьмо полнейшее я это не буду даже рекомендовать это самое дорогое пиво стоит она 55 рублей кстати да а это классика это буду вайзер он же бат как известно у американцев с европейцами происходили терки из-за названия потому что в америке он называется буду вайзер так как оформить это название по какой-то причине в европе не получилось убрали лишние буквы получился бат вот теперь чтобы не испортить все придется кружку менять потому что теперь воняет этим очистителем тоже делать все очень просто меняется стакан бара я уже открыл бат я чуть не ту банку не схватил наливаем как в лучших домах пиво из фужера купим такой фужер уже куплен фикс прайсе за 49 рублей пиво за те же деньги куплены в магните напоминаю если интересно все таки подписывайтесь на канал лайки ставьте пишите комменты кто какой пиво пробовал пьете ли вы вообще безалкогольная я не стал обращать внимание на пенку потому что не было и попробовал сразу по вкусу вот это не до пиво уже больше похоже на пиво на классический лагерь у него есть и послевкусие не такая легендарная пивная отрывка красивая приятно бульбушки смотреть то есть вот это уже все хорошо а кстати кто заметил не обращайте внимание это не грязный стакан это не оттирается к чему-то цене а чтобы вы не видели сколько стоил этот бокал я его решил убрать и все равно потом сказал вам вот так пробуем вот вот этим вот дерьмом теперь рыгать до послезавтра тут сказать нечего это пиво хорошее пустоватая уже под конец но все равно бы это похоже на пиво рекомендуем и последний наш консорт консультант хотел сказать конкурсант это лёвен брёй нулевка пшеничка with beer видали я знаю за иностранные языки все открываем сразу пошел вкус пшенички классической приятный как вот у них есть алкогольная версия как многие другие пшеничные сорта вот это уже прям пахнет пивом пивом мне кажется если нолики убрать я бы не понял что она безалкогольная с радостью пил вы а так я конечно резираю и безалкогольное пиво и себя кому нравится как я унижаюсь подписывайтесь дальше будет больше вот собственно вот так вот пиво в бокале выглядит пенка она прям нефильтрованное видно мутное такое что густое на запах на запах пшеничка с цитрусом я люблю такой пиво поэтому я с удовольствием сейчас выпью и поделюсь своим мнением ты это пьется одним глотком вот такие такие варианты как левенбрёй белая нефильтрованная пшеничная будет у вас улетать как у меня на прошлой неделе за час 9 банок а так что я чуть в койку не напрудил допью и будем с вами прощаться потому что кроме вот этого пива посоветовать нечего но мы в итоге в конце подытожим отлично вкусно и так сухом остатке побеждает в нашем рейтинге левенбрёй нулевка к нему на второе место можно поставить булевайзер и на третье место можно поставить где вы люди мои подписчики балтику нулевку это только потому что третьему месту нет альтернативы чисто под дополнительным показателям можно это пиво поставить на четвертое место но и так делать не буду его вообще из кадра убираю а вышеупомянутая пиво фрау данке не заслужило даже то чтобы пустой банка и стоять у меня на столе она был сделан глоток остальное вылита вот если вам интересен такой формат каких-то обзоров рейтингов чего-то вот такого вообще в принципе пивная тематика интересно подписывайтесь на канал будем еще и колу пробовать несколько вариантов возможно еще что-то попробуем из импортозамещенным подписывайтесь лайкайте делайте какие-то активности на канале желаете заказывайте я буду снимать но сейчас я с вами прощаюсь желаю вам всего доброго ну и пока пока